Приветствую вас, аноним. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вы знаете, собственно, я бы, наверное, хотел выделить для начала саму проблематику. То есть, что конкретно является для вас проблемой не в контексте того, что молодой человек, например, делает то, что делает, а именно в контексте того, что является проблемой для вас. Потому что по описанию вашего текста, по содержанию вашего текста, получается так, что мужчина не оправдывает вашего ожидания относительно того, как должен протекаться местный быть. В том, что у человека есть свои представления об этом, и вы, в общем-то, не женаты еще, и вы говорите о том, что он не нагулялся, но разве может быть по-другому в 20 лет? То есть, есть у меня ощущение, что у вас присутствуют некоторые ожидания, некоторые представления, которые не имеют ничего общего с реальностью и с тем, как бы, какие представления у молодого человека. И вы говорите об ответственности, ну, о том, что молодой человек не хочет брать ответственность на себя за то, что решил жить вместе с вами. И я вас понимаю, но можно сказать, что и вы не берете ответственность за то, какого мужчину выбрали себе в отношении. Можно сказать, что и вы не несете ответственность за то, какой человек рядом с вами. И, на мой взгляд, это тоже так же является проблемой, это тоже так же является трудностью, это тоже так же является в некотором смысле отходом от ответственности. И тогда можно говорить о том, что, ну, вы выбираете себе человека, который отражал бы ваши собственные представления, вашу собственную модель поведения. Кроме того, вместе проживать, в общем-то, не значит брать на себя какие-либо обязательства. По крайней мере, люди, некоторые люди, так считают. И ваш молодой человек, он один из этих людей. И вы его не переделаете, вы его не поменяете. Он такой, у него такие представления, ему так нравится, ему так комфортно. Вопрос в том, ГП вы ли вы принять, это если любите его или нет. Вот и всё. Мне кажется, что то, что происходит, действительно может не соответствовать вашим ценностям. И это я понимаю. Но, так же очевидно, что обиды, которые вы испытываете, не имеют ничего общего с тем, что происходит. И не имеют ничего общего с, ну, грубо говоря, с соответствием, с совпадением или различием ваших ценностей. То есть обиды, это ваша личная проблема, это ваш личный конфликт, это может быть ощущение, что вас сбросили, может быть ощущение, что вы не нужны, может быть ощущение ревности и так далее. Как вы пишете, вот ревность на тиране, да, то есть как бы это страх. По сути, ревность на тиране это страх, вы боитесь. Вопрос в том, чего вы боитесь. Вот, есть ощущение, что вы не уверены в себе. Есть ощущение, что вы в себе сомневаетесь. Знаете, вот как бы ценностная, вот именно, именно ценностная модель поведения, она отличается как раз тем, что человек уверен в том, что делает, человек уверен в том, что, ну, в том, как он поступает. И мне думается, что в первую очередь вам нужно обработаться с обидами, потому что обиды это, с одной стороны, неоправданные ожидания, ответственность за которые вы прикладываете на, ну, на мужчину, вот. Тем самым становясь зависимой от него. С другой стороны, обиды это манипулятивная немножко модель поведения, при которой человек пытается через чувство вины добиться от партнера необходимого, необходимой модели поведения. И я бы сказал, что это тоже проблема, потому что, как бы, чувство вины, которые вы, например, пытаетесь навязать своему партнеру, вызывает агрессию и отдаление от вас. Смешивание, смешивание ценностной, например, модели поведения с личными конфликтами, создаёт, ну, создаёт предпосылки для не совсем корректного восприятия вас, к сожалению. То есть, вот, по факту, проблема, вот, пока, по факту, проблематика. И, на мой взгляд, с этим нужно работать, на мой взгляд, в этом направлении нужно двигаться вам, в направлении исследования, скажем так, того, что для вас является важным, того, что для вас является ценным, того, что где зарыт, зарыт конфликт, зарыт, зарыт ваша, вот, противоречия, да, скажем так, вот, и так далее. Все вот эти вещи, их нужно исследовать, вот, их нужно прорабатывать, чтобы вы были максимально аутентичны, отношения, ну, во взаимодействии с человеком, ну, с, своим мужчиной, чтобы, чтобы на него не, не накладывались ваши страхи, вот, ваши сомнения, ваши переживания и так далее. Чтобы все-таки это, вот, как-то различало, да, чтобы это имело, имело, вот, ну, какое-то разграничение. Мне кажется, это достаточно важный момент, ну, если говорить о, например, о будущем ваших отношений. Вот, такой аспект, я думаю, можно вам дать, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.